Здоровая и полезная кухня Гринбокс Мы сегодня его торжественно открыли Разорвали эффектный вход Сейчас я хочу вас познакомить с автором идеи и руководителем и владельцем сети ресторана Гринбокс Максимом Яковлевым Прошу, приветствую Я сам не готовил никакую торжественную речь потому что считаю, что у нас сегодня никакое это мероприятие, которое у нас совершилось, закончилось для которого нужно подвести какой-то итог торжественную отразность Сегодня мы запускаем новую сеть Мы делаем первый маленький шажок Как мне кажется, это очень большое, светлое и яркое будущее На самом деле идея этого проекта Гринбокс родилась у меня в ноябре Я заканчивал другой свой проект, который был совсем не полезный совсем не легкий Он был связан с выпечкой, с кулинарией Приходилось много есть, набирать вес Только такие активные, частные спорты меня спасали от чрезмерного количества ЭКГ Мне это быстро надоело И я задумался А чем же заняться? Что же есть такого интересного, трендового на рынке? Поехал, покатался по Европе Поизучал вообще тенденции, которые есть Статистику поискового запроса И понял, что людям хочется чего-то уже более здорового, более правильного И не в формате каких-то выделенных эксклюзивных ресторанов А-ля веганская, глютедовая А что-то доступное, что-то было удобно, что можно быстро взять, перекусить на улице, перекусить в машине Сеть здесь И начал эту идею в голове у себя крутить То есть понятно было, что должно быть быстро, должно быть полезно Но потом мы уже познакомились с Михаилом И решили добавить к всему этому Красиво, легко и высокотехнологично Чтобы все эти пять китов у нас плотно-плотно стояли И, наверное, активно развивались Вот, не хочу долго говорить Более подробно о проекте вам расскажут ребята Вот, я, наверное, все-таки представлю коротко команду проекта Благодаря которой мы за месяц, да, ребят, заметите Месяц на нас был магазин алкогольной продукции «Алкомаркет» У нас месяц назад не было ни производства, ни этой точки Только начинал работу офис Мы за месяц сделали огромный шаг вперед Мы запустили производство буквально позавчера Мы открыли первый ресторан Сегодня, ну, формально завтра, но как бы уже сегодня В течение мая мы открываем еще два ресторана В июне еще один, в июле еще один, ну и так далее Хотим до конца года сделать 10 точек Наверное, Миша, в июне мы запустим поставку Ну, сейчас все, организуемся, да Вот, почему такие амбициозные планы, да И почему я могу о них говорить уверенно Не потому, что я чересчур самоуверенно А есть для этого такие веские основания Наверное, в этом проекте ключевое, кроме самой, идет все-таки команда Команду, которую удалось собрать Она очень боеспособная, она очень сильная Вот, ну, просто супер Это Миша, это бренд-шеф На самом деле, все, что вы сегодня пробовали, да Это дело его рука, рука его команды Скажу честно, вы, наверное, первые, кто сегодня попробовали все меню Да, потому что мы настолько быстро все делали Что мы не успели толком его протестировать Да Но Миша, он никогда ничего не делает плохо Поэтому я никак не сомневался Стоит ли так рисковать Потому что все, что делает Миша Оно получается вкусным, красивым Ну и, наверное, легкий Привет, курите спиной Ключевое, да Ешь легко На самом деле, наш посыл Почему такой? Потому что легкая еда Легкий способ потребления Взял, пошел Легкие цены, я надеюсь Ценники вы видели Вы, наверное, не смотрели на цены Потому что вы сегодня кушаете не за деньги Но, тем не менее Вас бы это сильно, как бы, не обеднило Если бы даже за эту классику Лема Воронина Лем, выйдет Тоже расскажет Лема – это наш диетолог Которая совместно с Мишей Там билась, ругалась И отстаивалась Тема полезности Ее удалось ее отстоять Саша, вот, который пытается всех отстроить Да, это менеджер Менеджер нашей сети Которая занимается подбором, обучением Организацией, шестонала А где-то был еще Артем Артем В основном, молодой парень Которому недавно исполнилось 23 года Буквально пару дней назад Но сделать так, что здесь играет музыка Здесь работают видеоролики Что у нас вся продукция Которая производится на производстве Учитывается, считается Что мы контролируем срок жизни Что мы видим все и вся Артема, это руководитель Отдела автоматизации Дополнительно Чего еще Артем? Интернет-маркетинг Да, Артем отвечает за продвижение Нашего проекта в социальных сетях Поэтому очень крутой парень На самом деле Запомните его, вы скоро О нем, наверное, услышите Об этой звезде Где-то была Даша Где-то была еще одна Даша Но они, наверное, где-то затерялись А, вот же Даша Наша ручка, да Даша это человек Который наш Ну что ты отвечаешь? Я помогаю Артему На все соцсети Выкладывайте фотографии Сверждение Шлемков И мы их разместим в наш канал На самом деле По сути это и вся наша команда Вот еще ребята Которыми вы сегодня тоже коммуницировали Это первые сотрудники нашего проекта Которые прошли экспресс-обучение И с корабля на бал Сегодня у них первый день И немного волнуются И надеюсь, что они Ответили на все ваши вопросы Там дали правильные рекомендации Но в этом их миссия В этом их цели Поэтому, друзья Спасибо, что все пришли Я думаю, что Вы останетесь все равно довольными Тем, что вы попробовали То, что вы увидели Не всем всего хватило Но надеюсь, что все-таки Яркие краски, яркие впечатления У вас будут преобладать Немножко суета Немножко не так идеально Как мы хотели Но повторюсь еще раз Мы хотели начать Помогли еще вместе Все это причесывать Выкрашивать Оттачивать Работать с упаковкой Мы сплю, давай Мы с чем-то еще Но мы решили, зачем Мы, наверное, востоке Больше уверены в себе Даже не выполнили Что мы лучше начнем И по ходу Все это отработаем Поэтому Предоставляю слово Олесь Кому? Диетологу Диетологу Да, Лена Здравствуйте, дорогие друзья Спасибо Сегодня вы мне все друзья Потому что я разделяю здоровый образ жизни И я так рада, что здесь Такое большое количество разного контингента Которые знают здоровый образ жизни Наша концепция, наверное, единственная в Питере Которая совмещает в себе и полезность, и доступность Когда мне позвонили и предложили помочь, проконтролировать При запуске этой концепции Я была до такой степени рада Потому что я тоже только что вернулась из Европы И там уже это все было А у нас этого не было И так хочется, чтобы люди Когда ты принимаешь пациентов на приеме И у тебя было куда их отправить покушать И сейчас в Петербурге первая точка запустилась Затем будут дальнейшие точки Куда я смогу смело отправлять своих любимых пациентов Где они найдут для себя все, что они хотят Также очень приятно, что вся команда поваров В команде именно бренд-шефа Прислушались ко всем моим рекомендациям Сначала мы немножечко не понимали друг друга Но затем мы поняли друг друга И сделали все не только полезно, как я люблю Но еще и вкусно, как я тоже люблю Я надеюсь, что вы сегодня насладились Все нашими блюдами И вам это все очень понравилось И я могу за 100% уверенностью сказать Что это не навредило вашему здоровью А только его улучшило Приходите, кушайте Путин здоровый И не болейте Давайте тогда, наверное, скажу я пару слов Во-первых, хочу сказать всем спасибо за то, что пришли В этот, на удивление, летний уже вечер Да, то есть погода нам благоволит Надеюсь, что так и будет продолжаться в нашем городе Очень приятно видеть столько интересных лиц Разного возраста То есть разного поколения Разного интереса Да, потому что это заставляет задуматься о том Что мы все не до зря делаем То есть это наш продукт интересен Абсолютно всем критериям И возрастным И абсолютно заинтересованным В разных сферах своих деятельностей Ну, я, наверное, расскажу пару моментов За которые все-таки отвечаю я Первое, это меню Можно сказать У нас была такая довольно коварная цель С Леной Она отставила свои интересы А я отставил свои интересы То есть иногда приходилось, конечно, отказываться От того, что мне хочется Но потом Лена уехала на месяц в Лондон И у меня развязались руки немножко Совсем чуть-чуть Совсем чуть-чуть, да Не, ну на самом деле Хочу сказать Лене большое спасибо Потому что чем меня привлек проект Я вот в отличие от всех предыдущих выступающих людей В Европе не так часто бываю Пока что Да, я в основном занимаюсь интересными проектами Именно в России, в Санкт-Петербурге И меня привлек именно проект тем Что он очень необычный То есть этот проект, он заставляет задуматься На самом деле не о еде, кто бы мог подумать Этот проект заставляет задуматься о самой жизни О себе О том, куда ты идешь Чего ты хочешь Сейчас происходят такие в России процессы Что молодежь все чаще путешествует Она добивается чего-то все более в молодом возрасте То есть она себе может позволять еще много всего И не как раньше там в 35 А и в 22, и в 23, и в 21 То есть люди уже в этом возрасте Начинают ценить свою жизнь, свое время Немного по-другому То есть они начинают оценивать то, что они едят То, какой продукт они употребляют То есть они оценивают еду не как дрова, которые закидывают в топку А они задумываются Блин, я хочу в 30 лет там прыгать, бегать И в 40, и в 50, и в 60 И уже с этого возраста, 20-25 лет, начинают думать Как мне этого добиться? Наш проект это скорее Ну, еда это самоформально Наш проект это идеология То есть, ну, действительно, это взгляд на образ жизни То есть, что мы хотим сделать такой продукт Когда, чтобы люди легко могли подумать О, надо что-то перекусить И в голове была не шаверма или гамбургер А ой, есть же здесь и гринбокс Здесь можно, ну, действительно, покушать правильно, легко То есть, и вот за небольшие деньги По сравнению, опять-таки, как я считаю, прямыми нашими конкурентами Да, то есть, я, ну, наверное, я не буду затягивать Потому что я могу и по производству рассказать, и по продукт Хотел сказать просто всем огромное спасибо, что вы пришли Надеюсь, вам все понравилось Ешьте легко Давайте сейчас у нас запланирован небольшой мастер-класс Я скажу так, я не люблю такие мастер-классы Когда там все сидят, а я там что-то умное рассказываю Вот, на самом деле нет Мастер-класс сейчас будет направлен немного в другую степь То есть, еще одна идеология, которую мы хотели соблюсти Это красивая виртуальная картинка продукта Это мы хотели в этом Что вот вы входите, вот сюда, вот к нам входите И вот Питер, он такой серый город, да А сюда заходишь все яркое Вот нам хотелось, чтобы продукт, он был тоже ярким Вся упаковка, все ингредиенты, сама суть еды При этом, то есть, все-таки у нас такой формат Фест-кэжуал и ту-го, да И это очень сложно перебороть психологически, что ту-го Это может быть ресторанного уровня Сейчас я просто приготовлю наше блюдо в двух вариациях Одно из наших блюд, только чуть-чуть оно изменено по составу Но фактически абсолютно те же ингредиенты Я просто сделаю два варианта наших блюд Это ресторанная подача, правда, такого среднего формата И, скажем так, немного усложненная выкладка И этим просто хотели показать, что наше блюдо Это и есть ресторанное блюдо, просто упакованное в красивую коробку Мы будем готовить как раз салат С цыпленка, приготовленная по низкотемпературной технологии Сювит, с апельсиновыми корками, оливковым маслом и листиками тимьяна Ну, естественно, этот продукт подготовлен, да Потому что это довольно сложный процесс Плюсы этой технологии, ну, в Европе очень известны Я думаю, многие из вас понимают, да Я вкратце просто расскажу, что он готовится при 55-60 градусах При температуре примерно 40-50 минут В результате потери этого продукта намного меньше, чем при обычной обработке Он приготовлен в вакууме, в бескислородной среде Соответственно, при, скажем, вакуумации структура этого продукта немного меняется И получается тем, что листик тимьяна, он пропитывает всю курицу Помимо всего, что в нем сохраняется очень много полезного Если бы же мы его жарили, запекали или варили У нас это салат с цыпленком в земле из масли И салатным миксом Мы будем его делать без земли, да Так как из земли вы уже видели Сейчас мы приготовим две вариации У нас есть как раз салатный микс Здесь молодые листики шпината и молодые листики монгольда Огурчики, помидоры и крест-салат Все уже помыто, подготовлено И сейчас мы будем делать, мне сейчас, правда, пару Наша закупка Меня просто спрятали в моем оборудовании, наш подруга И ничего не положил на место Так, это у нас будет ресторанная подача и обычная Первое, что мы сделаем, естественно, это срежем голодоножки И просто нарезаем А, Паша, а не подскажешь, куда ты мои перчатки делал, нет? Ладно, хорошо Будем без перчаток, но на самом деле просто перчатки были Да, их спрятали от меня, враги Так, берем помидорки Ну, готовить можно без перчаток, главное подавать в перчатках Это по правилам ресторана Я просто никому не отдам это есть тогда, чтобы быть спокойным 100% Мы нарезаем просто кружочками Берем наш салатный микс Обычная горка, то есть классическая ресторанная подача Да, то есть аккуратно выкладываем все ингредиенты Также помидорки сюда добавляем Добавим пару соцветик курчавой петрушки И немного крест-салата На самом деле крест-салат, ну, многие воспринимают его как декор На самом деле это очень полезный продукт Так как это ростки растения И в нем содержится очень-очень много полезных веществ И поливаем наши заправки Ну вот первый вариант, да, это вот классическое ресторанное блюдо В нашем просто формате оно выглядит чуть-чуть по-другому То есть это невысокая кухня, но вот средней руки И останется добавить только нашей курочки Спасибо, спасибо Заправка у нас, имбирная заправка Она делается из красного лука, корня имбиря, маринованного имбиря, чеснока, кунжутного масла, оливкового масла, соевого соуса и воды То есть такой букет И вот мы делаем пару слайсов Пару слайсов цыпленка И у нас получается абсолютно обычный салат Не можно бумажку попросить? А вот, все Так, и у нас обычный получается ресторан Сейчас мы попробуем немножко повыеживаться И сделать чуть более интересный продукт Да, допустим, мы возьмем все то же самое абсолютно Сейчас просто сделаем его более в интересном виде То есть все будет все то же самое, все те же самые ингредиенты Только выкладка будет немного другая Мы берем ту же самую пудричку Те же самые огурцы Те же самые помидорки Так, и добавляем те же самые линтики Вы симпатичнее Вы симпатичнее И добавляем того же кресло салата И добавляем того же кресло салата Мне этот листик не нравится Так, чтобы вот один момент Спасибо Ну, конечно, зажигалка есть? Не курящая, Миша Да, конечно Газ, газ Газ, газ, заканчивается А у вас зажигалка есть, ребят, помогите, пожалуйста, Миша Спасибо большое Спасибо большое Спасибо Продолжение следует... 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 это качество продуктов. Это первая ступень взаимодействия нас при технологии, в результате которой получается наш продукт. Именно поэтому большая база. Если один поставщик приводит что-то некачественное, мы сразу переключаемся на другого, чтобы клиент, человек, который будет есть наш продукт, он не страдал. Все производство у нас сделано с нуля. То есть оно сделано по всем нормам, правилам технологическим. Современная пищевая промышленность. Главная особенность это как раз технологии приготовления. Мы не используем классические, минимально используем классические технологии приготовления для гвожатки, потому что идет взаимодействие с маслом, фритюрные жиры. То есть у нас вообще такого нет. Нет, у нас в данном формате у нас нету своей кухни. У нас все делается на производстве полностью. Это делается для того, чтобы стандартизировать процесс. Производство вам не здесь? Да, производство у нас не здесь. Производство, ну, оно в городе, скажем так, на востоке, да, ну, в черте города. Он привозит уже готовый боксер. Да, мы сюда сами привозим готовый боксер. Это отдельная тема в плане доставки. Мы разработали специальную упаковку, которую до этого никто не разрабатывал, то есть ни один логист не запаривался доставкой, да, как мы. Это специальные формы, которые, во-первых, сохраняют тепло продукта, а во-вторых, они помогают при транспортировке. Продукт не просто в боксе лежит, он со всех сторон держится. Это специальная пресс-форма, и каждый салатник, каждый боксик ведется, как бы, в индивидуальном чехле. Если продолжать разговаривать именно о технологии, да, то, конечно, максимально мы используем СИВИД и запекание. То есть мы не используем ни в коем случае жарку во фритюре, не используем, минимально используем процессы жарки, да. В основном это все в СИВИДе, а плюсы в СИВИДе я уже рассказывал. Также у нас используется инновационная система жизненного контроля за жизненным циклом продукта. То есть продукт, начиная от заказа у поставщика до конечного продажи или списания, нами полностью контролируется форма, ну, в онлайне. Это что значит? То есть когда продукт попадает нам на склад, мы видим это в онлайне. Мы не видим это как-то после инвентаризации и так далее. Мы видим это онлайн. Когда он переходит на кухню, мы видим это в онлайн. Мы можем в любой момент посмотреть, где находится конкретный помидор. Поэтому рады были видеть и хорошего вечера. Спасибо вам. Спасибо.